Что делать, если обязанностей больше, чем ресурсов? Например, одному воспитывать детей, работать, платить ипотеку и так далее. Что делать, если обязанностей больше, чем желательно? Или желаний больше, чем обязанностей? Ну, то есть все наши проблемы в желаниях, а не в обязанностях. Обязанности — это то, что человек должен обязательно делать. Платить ипотеку — это уже желание, а не обязанность. Работать две смены из-за ипотеки — тоже желание, а не обязанность. И когда человек свои желания ставит выше, чем обязанности, тогда, несомненно, жизнь его превращается в ад. Потому что есть обязанности. Например, обязанность человека — это вести здоровый образ жизни. потому что крышка гроба, она захлапывается неожиданно. И это происходит из-за того, что человек слишком болью большую своим желаниям дает. Вот, допустим, купить тортик — это как бы много денег стоит или нет? Нет. А увеличить на один метр жилплощадь? Ну, и вы не разделяете между этими желаниями, у вас нет разницы. Вы как бы... Хочу тортик — пожалуйста. Хочу на один метр жилплощадь увеличить — пожалуйста. Ну, тогда пахать надо обоим, уже будет целый год. Понимаете? И вот это уже немножко... Вот не входит уже в репертуар обязанностей. Это уже репертуар желаний. И, соответственно, дальше все обязанности сыпятся. Почему? Потому что ты свои желания поставил на первое место. Дальше у тебя некогда уже... Тебе некогда с детьми заниматься, некогда здоровьем заниматься, некогда поесть нормально, некогда с друзьями общаться, некогда позвонить маме, работать, работать, работать. Из-за чего? Из-за одного метра жилплощади увеличения. Ну, пусть пять там или десять. От этого ничего не меняется. В принципе, если спать есть где, жить есть где, значит, дальше надо просто успокоиться и спокойно и радостно жить. Ну, то есть, обязанностью человека является спокойная жизнь. Выполнение своих желаний не является обязанностью. Поэтому вы задали мне вопрос, где брать время на выполнение своих обязанностей, вы спросили, но надо было по-другому задать вопрос. Где брать время на удовлетворение своих желаний? Время на удовлетворение желаний взять негде. Потому что желания бесконечную природу имеют. И душа сама по своей природе тоже бесконечна. Душа бесконечна по природе. Она будет хотеть все больше и больше. Вот муж все больше и больше секса хочет, а жена все больше и больше хочет жил больше. И это никогда не кончается. Поэтому нужно научиться контролировать свои желания. В этом проблема заключается. Теперь вы меня спросите, а если уже все, ипотека как бы уже такая, что уже все, уже некогда дышать. Ну, что мне тогда вам сказать, я не знаю. Если, допустим, ты съел лишнего и тебе нечем дышать, тогда можно там рвотный рефлекс сделать, можно клизму поставить. Ну, какие-то варианты есть. Но если ты уже набрался ипотеку, что тебе некогда дышать, то тогда что тут можно сказать? Уже нечего сказать. Некоторые люди в тюрьму садятся, некоторые отравления получают, некоторые спиваются, некоторые заипотечиваются. Ну, то есть у всех разный способ с ума сходить, понимаете? Если человек думает, что ипотека – это такая абсолютно безобидная штука, ну, потом оказывается, что нет, тюрьма тоже не безобидная штука, и выпивка тоже не безобидная штука. Поэтому нужно учиться шевелить мозгами. Это важный процесс жизни. Не сначала желание, потом шевелить мозгами, сначала шевелить мозгами, потом желание. Вот такая последовательность. Какие еще вопросы? Спасибо большое. Вопросы с Казанием от Олинии. Да, Казань. Лена, ты у меня сэпом сегодня. Ты говори прям так мне вопросы. Без этого. А вот сейчас будем проверить. Вот говори громко просто. Будет слышно я или нет? Лена, тут рядом сидит. Вам кажется, что она в Чудвичанах. Как больше сосредоточиться на выполнении своих обязанностей в духовной практике, нежели на том, как выполнять эти обязанности другие, не оценивая других? Что у тебя проблемы, они ее не знают? У тебя проблемы, она все выключила, у нее звук выключен. Да, у тебя проблемы. О, эхо идет через... Эхо идет через твою систему. Через то, что ты делаешь. Нет, она не выключила микрофон, надо сказать, что он ее выключил. Лен, выключи все, чтобы тебя не было слышно на ТВМ-ком. Я слышна? Да. А вам слышно, Лен? Да. Вы молчите, в зале все молчите. Лен, выключи микрофон. Выключи микрофон, говори громко. Как можно сосредоточиться на выполнении своих обязанностей в духовной практике, несколья на том, как выполняются обязанностей в духовной практике? Я, Лене Сергеевне. Ничего не понял. Как выполнять свои обязанности в духовной практике и не смотреть на другие? Как они выполняют свои духовные обязанности. Я не знаю, как они выполняют свои духовные обязанности. И не критиковать. Как вот это делать, да? То есть, как свои духовные обязанности выполнять? И не критиковать, как выполнять другие свои духовные обязанности. И не смотреть на них. Как это сделать? Это тот же самый вопрос. Как есть свой торт и не смотреть на то, как есть сосед свой торт. Свой торт. Или как смотреть на своего мужа и не смотреть на чужого. Сложный такой вопрос. Но он не касается темы обязанностей. Он касается уже темы самодостаточности. Вот, допустим, если я сам активно живу, счастлива живу, то я не буду ни на кого смотреть. Но если я сам свою жизнь не организовал нормально, то есть я не включен, то я буду смотреть на тех, кто включен. То есть у меня есть какие-то желания в духовных обязанностях, допустим. У меня есть желание, допустим, молиться часто в позе бабочки. Ну, я хочу, да? Но у меня не получается. А вот у Глаши получается. Ну, подари конфетку, спроси у нее почему, а у нее получается. Ну, если мы смотрим на других, можно смотреть с чувством, с плюсом и с минусом, правда? Со знаком плюс, когда мы смотрим, когда мы дружим с человеком, служим ее. А когда мы не служим человеку, мы начинаем плохо думать о нем. Это называется запись. Ну, и само по себе желание смотреть на кого-то другого – это нормальное желание. Если ты видишь, что у кого-то получается лучше, чем у тебя, значит, у него чему-то может получиться. Правда? В чем тогда проблема? Проблема в том, что я отвлекаюсь на других, да? Да. Вот он вкусно ест торт, а я невкусно ем торт. Надо стараться, есть вкусно. Что еще нужно сказать? Как сделать так, чтобы не отвлекаться, выполнять свои духовные обязанности, но другими. Для этого надо больше радоваться жизнью, больше быть счастливыми, больше учиться самодостаточности. Зависть возникает от того, что мы не удовлетворены чем-то в жизни. Надо учиться быть удовлетворенными. Надо стараться радоваться жизни. Кто мешает, допустим, вы сейчас здесь, я в зал уже обращаюсь, вы сидите рядом с морем, можно посмотреть на море, радоваться им, а можно завидовать тем, кто смотрит на море. Вы как бы уже на море, можете сами радоваться. Допустим, кто-то сильно засмеялся, кто-то думает, да что это они так смеются здесь, при Олеге Геннадьевиче. Как я помню, я был на одном духовном фестивале, и мы с женой пошли купаться. Ну, я обычно стою, а она обычно плавает. Ну, и она поплыла туда, потом поплыла ко мне, и вокруг меня вот так плавает. И там одна девушка, другая, она в море стояла, ну, плавала тоже сзади, подальше от меня. Ну, и она, ну, как бы, она знает меня, но она так стесняется приближаться. Вот, и она, когда я начала кричать по мою жену там издалека, говорит, ты что, коллег Геннадьевич, приплываешь? У меня жена, она такая, она мне характер очень бёрдый, она вообще даже не обратила внимания на неё. И опять начинает плавать. И дальше, чем больше потом, ты что, коллег Геннадьевич, приплываешь всё время, вокруг него плаваешь. Начинает ситуация, я думаю, ну, сама приплыви тоже, коллег Геннадьевич. Если, как бы, тебе так это сложнее, сложность какая-то, я не знаю, что ответить на этот вопрос. Жена смеётся, потом плавает, смеётся, ничего я не сказал. Вот, такая история. Нет каких-то объяснений слову «зависть». Я не знаю, наверное, какие-то свои рецепты надо вырабатывать. Но вообще это чувство такое, вот если у меня, допустим, возникает, и неприятно. Я, ну, как бы, я сразу обращу на это внимание для себя. Подумаю, что это такое, зачем оно нужно вообще мне? Зачем я завидую этому человеку? Какой смысл? Вот такой ответ. Просто надо следить за собой. И это чувство, может быть, куда-то убрать его, оно плохое, неприятное. Чувство конкуренции хорошее. Вот, допустим, видишь, что у человека лучше что-то получается, радуйся ему. Пускай у него получаешь, а ты старайся тоже, чтобы у тебя так же получилось. Конкуренция – это нормально. Но зависть – это обижаться на то, что у кого-то получается. Это обижаться, значит, на красивые деревья, обижаться на солнце, на море. У них тоже все классно получается, они красивые. Ну, давайте на все тогда будем обижаться. На этот мир красивый, такой чудесный. На людей красивый вокруг. Дальше вопросы. Спасибо. Вот такой интересный вопрос. Влияет ли выполнение обязанностей на победу над судьбой? Влияет ли выполнение обязанностей? У тебя все наладилось, да? Я понял. Вот видите, теперь вы поняли, что от лазы. Да, конечно, вот в этом и смысл нашей сегодняшней беседы, что однозначно выполнение обязанностей влияет на победу над судьбой. Вопрос только каких. Потому что часто люди думают, что у них обязанностей, то, что вообще обязанностями их не является. Вот это самая главная проблема в жизни. Часто человек уверен, что в этом и есть его обязанности, заключается. Но судьба от этого становится все хуже. И поэтому правило номер один. По выполнению своих обязанностей. Если я выполняю свои обязанности, и жизнь становится все хуже, значит, что это не мои обязанности. Потому что когда человек выполняет свои обязанности, то жизнь становится все лучше. И так как у нас схемы в голове неправильные, заведомо, потому что этот мир предназначен для учебы. Он не для успеха предназначен, для учебы. Успех — это подарок за учебу, это бонус. Этот мир для учебы, для страданий предназначен. Поэтому здесь все так устроено, что изначально мы все будем делать наоборот. Мы здесь все будем делать неправильно. Вот, допустим, хочется поспать больше, а надо раньше вставать. Никому не хочется раньше вставать. Хочется обожраться на ночь, а надо кушать правильно на ночь. Ну вот никому не хочется кушать правильно на ночь. Хочется обижаться на мужа, а правильно не обижаться. Хочется понять себя, не понять другого человека, а правильно понять другого человека. Когда начинается какой-то конфликт, хочется побежать туда и всех там поубивать. Надо ворот успокоиться и молиться Богу, чтобы все это закончилось. Ну то есть часто желания у людей не соответствуют правильным вещам, потом они удивляются. Почему они погибают? Почему они попадают в такую тяжелую ситуацию в жизни? Почему они больными, становятся одинокими? Почему разрушаются в жизни? Хочется взять побольше ипотеки, а надо брать поменьше. Вот никому не хочется поменьше брать. Если человек берет ипотеку, он сразу берет побольше. А надо стараться взять поменьше, чтобы быстрее отдавались, легче жить было. Поэтому этот мир предназначен для знания. И правило номер один. Если я все делаю правильно, мне жить становится легче. Если мне жить не становится легче, значит, я что-то делаю неправильно. На желание здесь не надо ориентироваться, или на потребности. Допустим, нам кажется, что это является потребностью что-то. Но является это потребностью или нет, определяется жизнью. Если мне жить становится тяжелее, то является ли это потребностью? Часто бывает так, что человек, когда живет скромно, он не так много работает, больше желает всем счастья, больше молится, больше работает над собой, развивается как личность. Часто бывает так, что это дает быстрее деньги, чем если человек много работает. Это вообще парадокс. Для людей в основном это все. Если я сейчас бизнес-тренеру об этом, который занимается менеджментом, скажу эту формулу, то он будет смеяться. Он скажет, ну как-то меньше работать, больше денег. Это откуда они деньги? Что, с неба будут валяться? Деньги валятся от благочестства. Вот человек работает больше не в собой, у него появляется развитость, у него появляются другие друзья сначала, потом появляются другие интересы в жизни, потом появляются другие знакомства, потом появляется другая работа, более статусная, потому что он стал более честным, более порядочным, более добрым, более ответственным, более серьезным, более внимательным, более проницательным. Это все называется благочестие. Человек развивается как личность, и он становится нужен, очень востребованным становится этот человек, потому что он имеет хорошие качества, характеры. И вот эти качества, характеры надо вкладываться в жизни. И сразу возникает вопрос, а где гарантия, Олег Геннадьевич? Допустим, я получаю диплом какой-то крутой специальностью, у меня есть гарантия, что я попаду на работу. А где гарантия, что я попаду на хорошую работу, если я работаю над собой как личность? А во всем, что связано с высшим знанием, сначала гарантий нет. Вот, допустим, если я хожу на дискотеку, девушке кажется, то есть гарантия, что найду себе мужика, или, допустим, хожу в какие-нибудь рестораны, бары, есть гарантия. Или что я себе губы надую побольше и груди, тогда есть гарантия, что я себе как-то найду. Это так только вам кажется. На самом деле, я бы спрашивал мужчин, ни одному мужчине вот эти толстые губы не нравятся. Откуда вы это взяли, что это нужно делать? Это какая-то выдумка вот чисто женская такая. Точно так же и вот эти вот идеи, что нужно диплом вот этот получать какой-то крутой. Ну, давайте разберемся, что как бы вот работодатели по диплому человека берут, что они берут его по качеству, они смотрят на человека, прежде всего. И вы скажете, ну, по диплому все равно берут, смотрят же диплом, во время, если серьезная деятельность какая-то, смотрят твое образование. Нет, они спрашивают твоих знакомых. Вот если тебя с улицы берут, так зачем, когда с улицы вообще устраиваются на работу? Сначала учись, социальный статус свой подними, так, чтобы тебя хорошие люди уважали и знали. А потом эти хорошие люди тебя представят. А когда тебя будут представлять хорошие люди, и у тебя никто не будет спрашивать диплом. Вот у меня кто-нибудь спросил мой диплом. Я защитил кандидатскую диссертацию по своим лекциям. Кто-нибудь из вас об этом знает? Может быть, вы и знаете, но вы не знаете, что я защищал в Москве эту диссертацию в одном из самых престижных мест. И все профессора, которые как бы участвовали в этом, они подняли руку в зал, что это действительно очень классная работа, актуальная, а эта деятельность нужна людям, потому что она приносит пользу. Вот, но я никогда на лекциях, вот я, Олег Геннадьевич Тарсунов, у меня диссертация по моим лекциям там написана в тринадцатом году. Вот, я же никогда вам этого не говорил. Вы, как бы, я хорошо, как ибрей, расскажу вам в ибрейский агентаре. Вот, ибреи поймали на улице и бьют его. Они говорят, я по паспорту русский, он говорит, я не по паспорту бьем. Мы тебя, говорят, по твоей ибреевской борьбе бьем. Понимаете, то есть человек должен вот эту формулу понять, что люди человека все равно будут узнавать по его лицу. А лицо означает качество человека. Качество. Понимаете, и это не означает диплом о высшем образовании. Ничего вот этого не означает. У меня есть один знакомый, который вообще никаких дипломов имеет. Он популярный лектор, вообще прекрасный. И никто никогда в жизни у него не спросил. Куча народу, которые устраиваются на работу, просто без всяких дипломов прекрасно работают менеджерами всякими в компании, аутитами, бухгалтерами. Никто не спрашивает их дипломов, потому что они видят просто крутой специалист. Я не против дипломов. Я просто против того, чтобы человек думал, что это и есть самое главное, вот учиться в этих институтах и так далее. Самое главное стать человеком. Вот я в институте, в мединституте учился на тройке. Почему я учился на тройке? Потому что экзамены спрашивали по лекциям, а я на лекции не ходил, я ходил в клинику людям помогать. Я следствия сваливал, и людям помогало. Вот все, все мои друзья, студенты считали, что главная обязанность это стать хорошим врачом. Я тоже так считал, просто у нас разная формула была. Они считали, что должен быть крутой диплом. Но у меня табель об отметках никто в жизни никогда даже не спрашивал. Какие у меня там отметки? Если там врач или не врач еще как-то как бы интересуются иногда, но табель об отметках вообще никто никогда не спрашивал. Так зачем тогда так хорошо учиться? Вот думать, что вот сейчас это прямо тебе очень сильно надо, это неправильное мышление. Мы говорим сегодня об ответственности или обязанностях наших. обязанностях быть хорошим врачом означает научиться любить людей. Я ходил в клинику и помогал людям. Теперь дальше Бог решает, да, жизнь становится лучше. У меня жизнь не становилась лучше. У меня декан мой готовил меня к отчислению. Но я не знал об этом. Просто на основе того, что я пропуская лекции, он собирал, уже готовил меня к отчислению. Но кроме декана есть еще Бог. Понимаете? И Бог сделал так, что у проректора по учебной части сын упал с пятого этажа, разбился, и у него все там полностью в дребезги. А проректор сам был очень крутым травматологом, хирургом, и он его сшил с его сына своего. Вот, и тот выжил. Но в одном месте вот здесь костную мазор вставили в кости, и она не срасталась, не хватало сил организма. Он начал искать какие-то другие методы и спросил у своих коллег, кого вы знаете по интервью в медицине, чтобы людям хорошо помогало. И они ему все сказали, что есть такой студент у нас, который все хвалят. И он пригласил меня лечить сына. Я начал нажимать точки на теле, и у него началась расстаться кость. И в это время ему положили мое личное дело на стол. И он тут нифига себе, он тут лечит моего сына, никто не может помочь его из института выгонять. Тогда кто будет врачом, если не этот человек? И он пригласил его к себе домой, деканом. Тот приходит домой, в это время я лечу, он специально так делал, я лечу его сына. И он как начал у меня кричать, ты что здесь делаешь, у тебя сейчас лекция. А тут проектор говорит, он спасает жизнь моему сыну. Прошу уважать моего лечащего врача. И тут потом личное дело мое раз у проектора со стола и стащил, и все, и я нормально дальше жил. Не ходил на лекции и ходил в клинику. Всем помогать. Я не говорю вам, что вам так надо жить. Я просто говорю о убежденности. Нужно понять, в чем твой долг. Это очень важно. Если человек понимает свой долг, то на перспективе будущем он очень сильно развивается. Даже говорить о ближайшей перспективе, мне мой самый лучший друг, который был в завкафедре одной из завкафедр института, предложил у него на кафедре работать после окончания института. А я не пошел к нему, пошел людям помогать. Я поехал на базовую турбазу, вроде бы перспектива хорошая, на кафедре остаться там, стать ученым. А я поехал людям помогать, на базовую турбазу, все бросил. И мы там жили просто без зарплат, служили людям, заботились о них. И так началась моя трудовая жизнь. Я чувствовал обязанность служить людям. И уже через пять лет меня знали по всей стране, а точнее по всему СНГ бывшему. Лекции пошли веером распространяться. Это было в 97-м году еще. Мне было 28 лет. Я уже стал известным человеком. Почему? Потому что я считал, что моей обязанностью является что-то другое. Я считал, что моя обязанность является служить людям, а не карьеру себе строить, зарабатывать деньги и так далее. И это сразу Господу понравилось. Цель человеческой жизни не в том, чтобы здесь стать успешным, а в том, чтобы сдавать свои экзамены. И если вы их сдаете, жизнь станет лучше сразу же. И надо понять, чем долг заключается человек на этой земле. Это очень важно. Видите, я вам сказал, что часто та логика, которую мы выбираем, не является эффективной. Видите, я не ходил на лекции, и остался в институте все равно. Я не остался на кафедре и развился как личность и стал успешным человеком, а те, кто остались на кафедре, не все стали успешными. У меня один друг, он остался на кафедре, у него отец был очень приятен, он остался на кафедре и потом начал слушать мои лекции через 15 лет медицинской деятельности и начал по моим лекциям уже людям помогать. То есть не всегда эта логика мышления, которую мы имеем, правильная. Мой духовный учитель вообще не работал никогда. Он занимался духовной практикой, он действует по всему миру и читает людям другие лекции на духовные темы. у него сотни десятки тысяч учеников по всему миру и он на год покупает билеты, на год заказывает билеты, это десятки тысяч долларов, но он не работает, откуда у него деньги, а деньги дают пожертвовать людям. И он знает, что Бог поможет, он покупает заранее билеты, огромные деньги тратит, и он ездит по всему миру, дает людям знания, строит краму, но он не работает. Так что обычная логика не работает в этой ситуации, понимаете? Работает другая логика, что нужно Богу от меня. Вот если этот человек поймет, он входит в зону удачи в жизни, есть зона кармы, а зона удачи. Допустим, человека нет кармы, иметь вообще в жизни. Такое может быть или нет? Может быть, но не у меня, да? Нет, мои хорошие, может быть, и у вас тоже. Все, мы просто не верим, что у нас так может быть, может быть, и у нас, но есть зона милости, есть зона удачи, есть зона кармы, есть зона милости в жизни. Что такое зона милости? Это когда я делаю не то, что мне нравится, а то, что Бог ухочется от меня, а вот это надо просто научиться понимать, и это легко понимать. И когда человек это понимает, у него сразу начинает постепенно становиться успешной жизнью. Есть два типа успешной жизни, это вам вообще не будет понятно сейчас. Один тип успешной жизни всем понятно, когда ты положение в обществе имеешь, деньги большие имеешь, один вид успешной жизни понятно. А второй вид успешной жизни, это когда ты после этой жизни попадаешь очень высоко. Что значит очень высоко? Ну представьте, допустим, вы живете в очень красивом месте, там не надо работать, там все классно, и любимый человек, и жить очень долго, больше тысячи лет. Но сначала где-то 50 лет учебы, и потом тысячи лет жить в таком месте красивом. Вы будете 50 лет учиться? Готовы? Конечно, готовы. Но вот в вашей жизни это и есть учеба. Ну то есть есть два варианта. Бог если очень сильно хочет наградить человека, он вообще в этой жизни не дает ему никакого счастья. Но человек старается, развивается, работает над собой, и потом в следующей жизни Бог награждает райской планетой какой-то или может быть даже духовную реальность человек уходит. Допустим, обязанности очень сложно понять. Допустим, один мой друг как-то подошел ко мне и говорит, я хочу поехать в Донецк пищу духовную людям раздавать, которые в нищете находятся, в разрушенных домах. как у меня вот судьба на этом. Я говорю, у тебя на это судьба очень плохая, скорее всего ты погибнешь там в ближайшее время. И он такой подумал, помолился, говорит, я все равно поеду. Я говорю, почему ты хочешь ехать? Он говорит, потому что так хочет Бог, я чувствую. И он поехал, и где-то месяца два назад попала ракета в офис его, где он работал, и он погиб. Я когда увидел психическое тело, оно растворилось. Когда он выходил из тела, психическое тело растворилось, значит, он ушел в духовный мир. А это очень редко бывает. Я может быть несколько раз в жизни такое видел. Хотя много смотрю людей, которые уходят из тела. Это означает, что он еще круче поднял свои обязанности, чем мы с вами. И он вообще ушел из материального существования. То есть неубечную жизнь обрел. Это еще круче. Но так мыслить очень сложно. Поэтому хотя бы человек может попасть в рай и там заниматься духовной практикой дальше. Не обязательно там в алгемии. Но не помешает же, когда красиво все. Допустим, вы приехали в Сочи. Это как рай. Правда? Здесь очень красиво. А бывает еще красивее. Ну и Бог сам решит вас на Чунгачангу отправить или здесь вам счастье дать. Поэтому вы не обессудьте. Если вы ему жизнь отдаёте отдаёте, он сам решает. Поэтому кто-то здесь живёт, допустим, не так скромно живёт, но очень сильно служит Богу и в следующей жизни он получает большие от Бога подарки. А кто-то более скупой говорит, ну где Господи, дай мне мой плед насущный здесь и сейчас. Ну он думает, ну ладно, с этим человеком вот так мы поступим, пускай он здесь будет часто. Тоже хорошо. Поэтому обязанность, обязанность главного человека это постигать абсолютную истину, развиваться как личность, здоровье своё тоже поддерживать. Потому что, допустим, вы старались, работали, допустим, и 45 лет стали больным и несчастным. Ну а ваш друг, допустим, он 45 лет наоборот выздоровел, стал счастливым. И он стал здоровым, бодрым, счастливым. И вы подумаете, вся жизнь что-то коту под хвост. Мне всего 45 лет, а я что-то больной, несчастный, замученный. Может быть, как-то по-другому надо жить? Вот Олег Игнатьевич ему 57, завтра побежит 17 километров. Без проблем. Некоторые 57 сидят, как это Олег Игнатьевич говорит, а вот так это. Надо правильно жить, просто учиться. А потом мы купаемся в ледяной воде, в Сочи вы приедете в город там потом кто-то купил с нами. Классно, что можно и в 70 точно так же жить. Нет проблем. Надо просто учиться. В этом обязанность заключается, потому что жизнь лучше прожить долгую, 90 лет активным, радостным, счастливым, здоровым. Больше не долгу, чем до 45, и потом дышать в трубочку. ходит. Поэтому обязанность человека в здоровой жизни очень важная обязанность. Обязанность быть счастливым, обязанность постичь Бога. Много обязанностей, а мы в себя в узкую трубку материального существования, ипотека, 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 работа, работа, работа. мы себя засовываем в эту трубу, и потом страдаем, ходим, думаем, что такое, в чем проблема. В основном живут неправильно, они упахиваются, они думают не о тех ценностях, в результате с ума сходят, разводятся, болеют, страдают. А можно жить по-другому совсем. В чем-то себя отказать, а в чем-то очень много хорошего потом придет. Субтитры создавал DimaTorzok